Бендерчане подхватили поэтическую эстафету памяти, организованную Центром детского творчества за Москворечье. Наши школьники и дошколята составили достойную конкуренцию москвичам. Акция еще продолжается. Присоединиться к ней можно до 9 мая. Как это сделать, расскажем далее. Выучить стихотворение на зубок, наскоро смастерить пилотку, а еще узнать что-то новое о той далекой, неизвестной войне. Для пятилетней Вики Капрош записать это видео с первого дубля было не менее волнительно, чем выступить перед привычной детсадовской публикой. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Переверк взлетает в небо, засыпаясь там и тут. Старшеклассники ведут поисковую работу, пишут летопись своих семей. Готовились и в этом году встать в ряды Бессмертного полка. В нынешних условиях по-особому готовятся ко Дню Победы. Эти строки поэтессы, фронтовички Юлии Друниной автобиографичные. На войне она была санитаркой, тяжело ранена, чудом выжила. У войны не женское лицо, тем более, когда речь идет о 19-летней девушке. На носилках около сарая, на краю отбитого села, санитарка шепчет, умирая. Я еще, ребята, не жила. Я расскажу вам о войне. Так называется поэтическая эстафета памяти, которую запустил Центр детского творчества «За Москворечье». Бендерские школьники, детсадовцы и даже студенты присоединились к российской акции. Ежедневно появляются новые ролики. Кто-то даже пытается смонтировать и положить стихи на музыку, а кто-то спеть всей семьей известные строчки военных песен. К слову, руководитель Центра «За Москворечье» Уроженко Бендер инициировала такое Приднестровско-Российское сотрудничество. В городском УНО патриотическую идею поддержали. Теперь акция международная. Ее не остановят ни границы, ни самоизоляция. Каждый участник поэтической эстафеты памяти посредством искусства художественного слова сможет показать свою сопричастность к истории нашей Родины, высказать глубочайшее уважение к бессмертному подвигу советского народа. Присоединиться к акции и набирать лайки в интернете может каждое. Стихотворение о Великой Отечественной войне можно записать на камеру, даже телефонную, и выложить видеоролик в группе «Я расскажу вам о войне» ВКонтакте или Фейсбук с хэштегами «Я расскажу вам о войне» поэтическая эстафета памяти. Можно отправить видео на e-mail. Адрес сейчас вы видите на экране. Акция продлится до 9 мая. Идут вода, но кровоточат раны, рогами нанесенные в бою. Спасибо, дорогие ветераны, за молодость беспечную мою. Но самое главное, в период, когда ритм жизни замедлился, не упустите возможность рассказать детям о нашей истории, героической и в то же время трагической. Расскажите, как работали маленькие труженики на заводах и фабриках, как сложно было выжить в блокадном Ленинграде, о детях-героях, которые воевали с фашистами на оккупированной территории. Ведь помнить можно только то, о чем знаешь. Если рассказать детям о войне, им будет, что вспомнить. Так историческая память пройдет через поколения.